Гюляш Ханым, старокрымская легенда. Туды Мангу Хан был похож на быка с вывороченным брюхом. К тому же он был хром и крив, кривил на один глаз. И все дети вышли в отца. Одна Гюляш Ханым росла красавицей. Но Туды Мангу Хан говорил, что она одна похожа на него. Самые умные люди часто заблуждаются. В Солганском дворце хана жило 300 жен, но мать Гюляш Ханым занимала целую половину, потому что Туды Мангу Хан любил и боялся ее. Когда она была зла, запиралась у себя. Тогда боялся ее хан и ждал, когда вызов позовет. Знал, каков бывает нрав у женщины, когда войдешь к ней не вовремя. А в народе говорили, будто ханша запирается неспроста. Обернувшись, птица улетает из Солганского дворца в Арпадский лес, где кочует цыганский табор Ибрагима. Попытался было сказать об этом Туды Мангу Хану главный евнук, но побелел от гнева ханское око и длинный чубок, раскололся о макушку старика. Помнил хорошо хан, что вместе с Гюляш Ханым пришла к нему удача. Так навражила ее мать и любил хан цыганку жену, потому что первым красавцем называла его, когда хотела угодить. Улыбался тогда Туды Мангу Хан и лицо его казалось чебуреком, который сочнел в курдочном сале. И всегда, когда хан шел на ор, он брал с собой Гюляш Ханым на счастье, чтобы досталось побольше добычи и была она поценнее. Один раз добыл столько, что понадобилось 100 арб. Была удача большая, потому что Гюляш Ханым не оставляла хана, даже когда он скакал на коне. Но арбы шли медленно, а хану хотелось поскорей домой. Позвал он Черкес Бея и поручил ему казну и Гюляш Ханым, а сам ускакал с отрядом в Салгат. Весел был хан, довольны были жены. Скоро привезут дары. Только не всегда случается так, как думаешь. Красив был Черкес Бей, строен как тополь, смел как барс, в глазах купалась сама сладость, а для Гюляш Ханым настало время слышать, как бьется сердце, когда близко красавец. Взглянул на Гюляш Ханым на Черкес Бея и решил остаться с ним. Обратилась в Червонец. Покатился Червонец к ногам Бея, поднял он его, но не положил его к себе. Был честен Черкес Бейя и запер Червонец в ханскую казну. Честным поступком не всем угодишь. А ночью напал на Черкес Бея Балаклавский князь, отнял арбы, захватил казну. Еле успел спасти Черкес Бейя с немногими всадниками. И повезли Гюляш Ханым с червонцами в Балаклаву. В верхней башне замка жил Креческий князь. К нему и принесли казну. Открыл князь казну и начал хохотать. Вместо червонцев в казне звенел рой золотых пчел. Нашел, что возить в казне, глупый туду Мангухан. Вылетел рой, поднялся кверху, к нему окну, но одна пчела закружилась около князя и ужалила его прямо в губы. Поцелуй красавицы не всегда проходит даром. Отмахнулся князь и задел крылом пчелы. Упала пчела на пол, а кругом ее посыпались червонцами все остальные. Поднял от удивления высокую бровь Балаклавский князь и ахнул. Вместо пчелы у ног его сидела, улыбаясь ханская дочь, загляделась на него. Был красив черкес Бэй, а этот еще лучше. Светилось на лице его благородство и в глазах горела страсть. Околдовало его волшебство женской красоты и оттолкнул юношу ногой к груду золота. Когда молод человек, глаза лучше смотрят, чем думает голова. Схватил ханшу на руки и унес к себе. Три дня напрасно стучали к нему старейшины. Напрасно предупреждали, что выступила из солгата ханское войско. Напиток любви самый пьяный из всех. Дуреет от него человек. А на четвертый день улетела к гюляш ханым из башни. Обернулась птицей и улетела к своим. Узнала, что приближается к Балаклаве черкес Бэй. Скакал на белом коне черкес Бэй впереди своих всадников и услышал в стороне женский стон. Сдержал коня. В кустах лежала гюляш ханым. Плакала и жаловалась, что обидел ее Балаклавский князь. Надругался над ней и бросил на дороге. Никто не возьмет теперь замуж. Я возьму, воскликнул черкес Бэй. А за твою печаль заплатит головой Балаклавский князь. И думал о гюляш ханым по дороге в Салгат, кто лучше, один или другой. И хорошо бы взять в мужья обоих. И князя Бэя, и цыгана Ибрагима, о котором хорошо рассказывает мать. Когда имеешь много, хочется еще больше. А Балаклавский князь искал повсюду гюляш ханым. И когда не нашел у себя, пошел, одевшись цыганкой, искать в ханской земле. Через горы и долины шел до Салгата. На много верст тянулся город, но не было никого на улицах. Весь народ пошел на площадь к ханскому дворцу. Потому что туды Мангу-хан выдавал младшую дочь замуж и угощал всех, кто приходил. Радовался народ. Сто чалгиджи и сто одно думбало услаждали слух. По горам горели костры. Ханские слуги выкатывали на площадь бочки с бузой и битмесом. Целое стадо баранов жарилось на вертеле. Славил солгатский народ туды Мангу-хана и его зятя Чиргес-бэя. Завтра утром повезут гуляш ханым мимо мечети султана Бербарса. Будет большой праздник. Думала об этом гуляш ханым и что-то вздруснулась ей. Подошла к решетчатому окошку в глухой переулок и вспомнила Балаклавского князя. Хоть бы пришел. И услышала с улицы снижу старушечий голос. Хочешь погадаю? Вели впустить. Велела гуляш ханым впустить ворожею и запилась с нею вдвоем. Гадай мне счастье. Посмотрела гуляш ханым на цыганку. Горели глаза безумным огнем. Шептали уста дикие слова. Отшатнулась ханша. Упали женские одежды и к ней бросился Балаклавский князь. Бывает луна белая. Бывает луна желтая. Посмотрели люди на небо. Увидели сразу три луны. Одну белую и две в крови. Подумали убили двух. Третий остался. Вскрикнул огуляш ханым. Вбежал черкес бэй. В долгом поцелуе слились уста. Мелькнул лезвие тагана. И покатились две головы любивших. Оттолкнул черкес бэй тело огуляш ханым. И женился в ту же ночь на старшей дочери хана. Потому что не должен мужик жалеть бабу. Теперь от Салгатского дворца остались одни разваленные. Совсем забылось имя гуляш ханым. Но в осеннюю пору, когда у местных татар играют свадьбы, в лунную ночь видят, как на том месте, где был дворец хана, встречаются две тени. И спрашивает одна. Зачем ты погубил меня? И отвечает другая. Я любил тебя. Пояснение к старокрымской легенде гуляш ханым. Госпожа гуляш. Легенда относится к тому времени, когда побережье Крыма от Судака до Балаклавы находилось в руках греков. А вся степная часть полуострова во власти татар. То есть ко времени после первой половины 13 века. Времени вторжения в Крым татар. В этот период до утверждения династии Гераев в первой половине 15 века главным центром татарского владычества в Тавриде был город Салгат, теперешний Старый Крым. Отсюда, например, золотордынские ханы вели сношения с египетско-мамилюкским султаном. Памятником таких сношений явилась мечеть, построенная султаном Бейбарсом. В 1281-1288 годах уроженец Кипчака, египетский султан Бейбарс, желая увековечить свое имя и прославить место своего рождения, построил великолепную мечеть, стены которой были покрыты мрамором, а верх – парфиром. Туган-Манго-Хан, лицо историческое. Это он отправлял в Египет нарочитое посольство с просьбой пожаловать ему какой-нибудь мусульманский титул. От его времени дошла Старокрымская монета 1284 года. Ханы не всегда жили в Салгате, и в их отсутствие городом правили наместники. Одним из таких наместников являлся Черкес-Бейбарс, живший, впрочем, в более позднюю эпоху, судя по договору 1380 года между генуэзцами и татарами. Старокрымские беи или беки пользовались огромными правами, так они имели право чеканить свою монету, сноситься с другими странами и т.д. Ор, по-татарски Ров, теперешний перекоп. Старая крепость была построена на перешейке, который был перерезан рвом. Арпат, деревня между Судаком и Алуштой. Чубуреки, пирожки срубленной бараниной, поджаренные на кордючном сале. Это любимое блюдо татар. Буза, напиток, приготовляемый из спроса. Челгиджи, музыкант, думбало, большой барабан, битмас, мед, приготовленный из виноградных выжимок. Ханский дворец был построен на берегу реки Саренсу, протекающей в южной части города. Здание существовало еще в конце XVIII века, когда в нем жил епископ Гумилевский, 1792 год. Теперь от дворца остались развалины внешней стены. Внутренняя же площадь продана городом частному лицу. Легенду эту, как и последующую, я слышал от бывшего заведующего Феодосийским музеем древностей Степана Ивановича Веребрюсова. В несколько иной редакции она помещена в легендах Крыма Кандараки.